Друзья, приветствую! Сергей из Ишкарала прислал образцы масла The Boiled Diamond Carat FE 020. Свежая отработка. Вот так выглядит свежее масло, а так отработка из дизельного двигателя. Автомобиль вы уже видели на заставке. Это у нас Volvo V60 Cross Country 2020 года с двухлитровым дизелем 190 сил. Общий пробег автомобиля 87000 километров, пробег на масле 9000 километров, 257 моточасов и используется дизельное топливо Татнефт Танеку. Вот образец. Видите, отработка пролилась, запачкала описание и саму посылку. Но, тем не менее, ее вполне достаточно, чтобы проверить образец. Первым делом предлагаю посмотреть, на что похоже данное масло. Максимальное совпадение это у нас Еврол Турбо D 540, C3 и Liqui Moly Special Tech V с волевским допуском 020, C5. И отличие от Liqui Moly всего полпроцента. Очень близкое совпадение. Опять тут же идет The Boiled Diamond ECP с C3. Два четвертого года образец. Два Shell Ultra ECT тоже с C3 из Воронежа, из Московской области. Опять The Boiled, опять Shell Helix, Motul. По списку я бы сказал, что это пакет Infinium однозначно. И он очень похож на C3. Правда, пониженная вязкость. Не один в один, но очень похож на C3. Так, давайте посмотрим, что по базе. А по базе я подобрал здесь, видите, конкурентов некоторых интересных. Лучше всего выглядит оригинал, скажем так, оригинал от Синтека 020, 508, 509. Посмотрите, какой высокий пик. Далее идет данный The Boiled и он прям один тоже один в один с Liqui Moly Special Tech совпадает прям вот линия в линию. Отлично. Чуть уступает ему Liqui Moly Genesis German Car, потом Lopal IFS. И на последнем месте обратить внимание оригинальное масло из Германии с таким же 508 допуском C5. Производство Shell. Самый низкий уровень. Судя по всему, в Германии оригинал во главу угла ставит стоимость. Максимально сэкономили, мне кажется, на базе. Так, по пакету здесь у всех все, можно сказать, одинаково. За исключением Lopal. Lopal поднакинул чуть-чуть эстеров. Я не помню, там, по-моему, 2%. Это небольшой такой пик. Ну, субцинемидов у всех достаточно. Хотя, вот если так придираться, прям у этого T-Boyla на уровне, опять же, с Liqui Moly. Прям очень похожие масла. Удивительно даже. И достойно здесь выглядит, на мой взгляд, Syntec. Очень интересно выглядит он. Да, с Locoil одинаково. Вот по субцинемидам. Ну и в общем. Так, интересно. Так, следующие у нас данные по свежему. T-Boyle Diamond Carat Fe. Full Economy. Так, по окислению видно, что это не C3, все-таки пониньше. У C3 чуть больше, где-то в районе 12 окисления. Нитрование 5,42. Противоизносных присадок прям достойно, как в полнозульнике. 1,27. Фенольных антиокислителей не видно. Аминных 0,87. Хороший уровень. Значит, щелочное 7,45. И кислотное 1,46. Ну такие типичные для C3 значения. Напомню, щелочное ГОСТом для отработки с некоторым занижением. И рабочая вязкость 8,81 с антистокс. Ну да, тоже типичные для двадцатки. Так, это была у нас свежая проба. И давайте посмотрим на отработку. Это Boiled Diamond Volvo 2.0D. 257 мм.ч. Так, подросло окисление почти на 8 единиц. Нитрование на 4, плюс-минус. Остаток по противоизносным присадкам 62%. Подсработались. Ну это турбодизель. Турбины подъедают чаще всего активнее противоизносную присадку. Фенольных как не было, так и нет. Аминных, посмотрите, 21% остаток. Подсработались тоже антиокислители. А, ну вот и следующая срочка отвечает на этот вопрос. Щелочное 2,53 и кислотное 3,02. То есть масло сработалось по моющим нейтрализующим свойствам. Но самое даже, мне кажется, печальное здесь вот вязкость рабочая упала до 7 с антистокс. Получается на 1,8 с антистокса. И так она невысокая была. И сажа прилично. 0,51. И, возможно, сажа виновница именно в падении вязкости. Почему так? Я вот попробую вам в конце видео объяснить. Давайте посмотрим, как выглядит изменение вязкости. Ну здесь мы видим прям очень-очень сильное разжижение. Делайте ставки, дамы и господа. Да, успеет. Попадет ли в диапазон или нет. Вот. Выиграл тот, кто делал ставку, что не попадет. Масло отбраковано по разжижению. Падение вязкости очень сильное. Видите, выскочило из допуска, скажем так, допустимого. Ну и прогноз. Значит, прогноз по километражам. Километражу вроде неплохой. 8400, 241 моточас. Наверняка повлияло от разжижения. Я думаю, здесь топливо. Но почему-то прибор категорически не хочет Танеко распознавать. Не знаю, почему. Оксиды азота для... Следующая строчка для дизеля, мне кажется, низковаты. 1179. Ну и с вязкостью тут вопросов нет. По нижней вот этой шкале впечатление, что сильно забедненная какая-то смесь. Но я думаю, что в масле много топлива. И как это согласуется одно с другим, непонятно. Да, кстати, в описании к видео есть ссылки на Рутуб, на Дзен. Подписывайтесь на... Не знаю, даже особо не видео дублирую туда и туда. Не призываю подписываться уже, наверное, на Ютуб. Ну вот есть альтернатива, скажем так. Я с Сергеем связывался. Он посмотрел по диагностике данные и у него, значит, возникло подозрение у нас с ним, что это регенерация, так называемая, когда в сажевый впрыскивается топливо, чтобы прожечь сажу. Вот. И со слов Сергея, у него регенерация последняя была 93 километра назад и забитость 55%. Похоже, здесь высокая сажа забивает сажевый и это приводит к дополнительной вот этой регенерации, впрыску топлива и оно попадает в масло. И вот результат вот такой очень некрасивый. Я думаю, что такое количество топлива однозначно должно было повлиять на ресурс масла. Вот. Какие варианты? Ну, тут надо искать, в чем причина высокой сажи. Возможно, одна из или две из форсунок подливает. Вот. Или просто банально вырезать сажевый и программно отключить эту функцию и забыть о ней, как в страшном сне. Ну, вот. Такое получилось видео. Само по себе масло мне показалось качественное, хорошее. Ну, вот. Бывают проблемы с мотором. Кстати, в данном случае очень полезна была бы, я думаю, линейка. Она простой инструмент, который позволяет определить вот такие проблемы прямо на месте, скажем так. Вот. Все по ссылочке есть в описании. Благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.